привет всем ничего нового ничего нового все та же музыка все те же семидесятые годы все тот же джет радал почему вот эту басинку меня руках а вот почему потому что она моя самая любимая из бесконечного количества записей джет радал я был на 2 или 3 концертах когда стал приезжал приезжали приезжал приезжали в наш город санкт-петербург все эти концерты были абсолютно разные на одном концерт на первом который был давным-давно в декалин совета люди плакали просто когда андерсон запел тыка за брик просто зал замер я видел люди слезы вытирают я сам был близок к этому потому что мог ли я представить 1976 году когда впервые услышал эту пластинку и она у меня была дома на виниле 76 в год выхода что когда-нибудь я окажусь на концерте джет радал и буду слушать тыка за брик лобка локомотив и и проще произведения любимейшей группы на самом деле конечно любимейшая столько хорошей музыки записал ян андерсон с джет радал что просто дай бог каждому но вот этот альбом меня очаровал еще тогда и продолжает очаровывать до сих пор когда я его ставлю на проигрыватель начинаю слушать слушаю сразу от начала до конца потому что не выскочить из этой музыки она удивительная и альбом очень не характерный вообще для джет радал не похож на другие здесь вот такой комикс ну все знают эту пластинку наверное я думаю а те кто не знает те послушайте просто и все и узнаете как обычно в те годы андерсон стремился к концептуальным альбомом большим формам к мюзиклам но этот мюзикл он не сложился он его планировал как как его чат он хотел делать мюзикл это рок-н-ролл бату ян туда и тоже но не сложилось зато появились прекрасные альбомы прекрасные альбомы говорят что это пластинка фолковая я честно говоря не знаю где здесь фолк я его здесь не на мне не обнаружил до сих пор хотя сколько лет уже прошло даже считать страшно с 1976 года не обнаружил я здесь фолка обнаружил большое количество акустической гитары но не все то что сыграны на акустической гитаре это фолк вы же понимаете да музыка очень разная но эта пластинка она настолько интимная настолько личная настолько человеческая настолько лишена пафоса хотя конечно пафос тут присутствует а андерсон вообще грешит пафосом и на концертах и на студийных записях там с пафосом у него все в порядке при том что он гений безоговорочный он замечательный изумительный композитор и простителен ему этот пафосом даже даже к месту бывает иногда все он очень едкий циничный ироничный дядька и в текстах и в разговорах в интервью и да и на сцене это видно с выпученными глазами когда он скачет на одной ноге с флейтой но сейчас уже не скачет сейчас уже так передвигается замедленно но ирония и едкость ярость и критиканство по отношению к обществу по отношению к религии по отношению к политике у него было есть и будет я надеюсь но здесь вот этого самого пафоса минимум по сравнению со всеми остальными его пластинками пластинка очень точная очень чистая я бы не сказал что она тихая она местами довольно громкая местами довольно роковая и такие песни как такси граб например они просто это просто хард-рок с гитарного рифа мартина бара начинается и понеслась понеслась просто но гитарная заруба правда как всегда ландерсона со сменой размеров за сменой мелодических линий но заруба есть заруба все равно никуда она не делась quiz kit тоже в общем гитарная мочилова так по большому счету правда ближе ко второй части переходит в какие-то такие кастаньетные размеры совершенно не вяжущиеся с началом но все очень логично очень здорово ну а что касается интимности что касается личности что касается теплоты этого альбома отсутствие как я уже говорил пафоса это очень странно потому что несмотря на то что изображен то собственно говоря здесь андерсон пластинка не про него пластинка не является автобиографической пластинка о том что мода меняется шоу-бизнесе особенно часто все повторяется и то что казалось вышедшим из моды архаичным ненужным вызывающим смех как я читаю в комментариях например о группе the beatles я теперь бесконечно буду это цитировать потому что это затрагивает это старая музыка никому не нужная никому не интересная архаичная в общем ужасы какие-то я читаю про the beatles ничего пройдет пять лет это будет на волне настолько все просто настолько все цинично настолько все примитивно на самом деле меняется предсказуемо неинтересно и скучно что не стоит на это вообще обращать внимание а лучше заниматься своими делами играть то что тебе нравится слушать то что тебе нравится и не рефлексировать на какие-то замечания критические отзывы критические высказывания радио тренды самое чудовищное что может быть это конечно радио и телевидение в этом смысле это штуки не убивающие музыку потому что убить ее невозможно но они формируют направление по которому идут неподготовленные наивные слушатели это так смешно все потом слушатели вырастают берутся за ум понимают что их вели по какой-то идиотской дорожке совершенно заставляя слушать идиотскую музыку как как невменяемую и вот об этом этот этот альбом в общем-то о том что человек живущий не по правилам современности носящий не ту одежду которая модная в данный момент и вот эта песня from a dead beat to an old greaser где упоминаются битники настоящие то есть это человек который существовал в бит культуре что такое бит культура это пятидесятые годы джекки роа каллен гинсберг нью-йоркские поэты и писатели слушают слушающие джаз чарли паркера как здесь упоминается и абсолютно конечно в семидесятые годы он не вписывается этот парень в узких джинсах в астроносых ботинках волосатый что это такое это никуда совсем не модно а потом проходит время но я не буду пересказывать сюжет общей этой истории проходит время бац он очнулся и оказалось что он теперь суперзвезда и все следуют за его модой за его образом жизни все читают керуака все вносят остроносые ботинки blue side shoes и так далее и так далее и ему предлагают контракт на запись альбома потому что та музыка которую он любит из пятидесятых она стала снова модной на волне это очень смешно очень смешно как я уже говорил цинично предсказуемо и скучно даже на самом деле главный человек главное то что у него внутри и не обращайте внимание ни на какие пожалуйста слушать только меня куискид я уже сказал крест инститюшн вот вроде бы фолк вроде бы фолк но не совсем фолк что еще сказать эту песню фолк да не фолк акустическая гитара наворачивает вместе с электрической вместе с барабанами настоящий рок и записано все очень сухо очень близко без перепродюсеринга без без стремления создать монументальное произведение арт-рока фолк-рока джет ротала чтобы это звучало звенело чтобы это было вязко вкусно не побоюсь этого слова и очень красиво нет здесь вот этого ничего нет здесь честное честное музицирование честные песни саламандра с двумя акустическими гитарами какими-то адскими наворотами на акустике короткая песня настолько там столько нот в этой короткой песни что дай бог стива хаула из группы ес сыграть то же самое что здесь сыграно такси граб я уже говорил гитарная заруба неожиданная ну и вот форма дед битвен дольд гризер печальная ностальгическая песня очень красивая внутренний мир этого героя который вспоминает те самые времена когда мы слушали чарли паркера ходили в джаз-клубы и время было другое и напитки были другие и трава была зеленее у каждого свой период такой есть у каждого есть своя молодость каждому есть что вспомнить когда трава была зеленее и напитки были другие и мороженое было вкуснее песня про всех абсолютно касающиеся каждого человека bad and love is открывающая вторую сторону вот пошли закрутки яна андерсона мелодические гармонические непредсказуемые поперек размера пение поперек размера игра на гитаре бас играет в одной форме все остальные в другой форме всего так поперек но все складывается и вместе идет очень круто big deeper и конечно talk to rock and roll but to young to die песня известнейшая даже клип довольно наивный снят на нее группы jet rotal такой в телевизионном формате очень очень спеша и вот там как раз пафос андерсона выскакивает в полный рост но там непонятно то ли это пафос то ли это ирония над пафосом то ли это издевательство ну очень красивая конечно штука очень чувственная очень трогательная слишком старт для рок-н-ролла слишком молод чтобы умирать чем когда мне было 16 лет 17 18 я это прочитывал на себя так же как и многие молодые люди которым еще нет 20 они слушают эту песню я слишком старт для рок-н-ролла уже слишком молод чтобы умирать а борис гребенщиков даже написал в те годы песню под названием молодая шпана который по содержанию очень похоже на тот рок-н-ролл бак ту и анту дай где молодой свежий ленинградский парень поет о том что мне пора на покой я устал быть послом рок-н-роллу это смешно но опять таки это касается каждого а песня очень красивая при этом песня очень красивая запоминающаяся с грандиозным рефреном симфоническим оркестром но при этом без пережима без без назойливости продюсерской купите эту пластинку послушайте как она звучит как здесь много всего мы записали как все изумительно красиво этого ничего нет честно сыграно честно спета честно сыграл оркестр все все к месту все к месту но моя любимая песня здесь даже нет ул-то рок-н-ролл ту и анту дай под пайпа хорошая очень вещь а последняя пятая на второй стороне the cigarette flag death or alive это наверное одна из самых красивых песен я на андерсона она действительно вот что про нее сказать она одна из самых наверно красивых она сложная мелодически но сложная как сложная как сложная как музыка моцарта не скажешь же никто не скажет что музыка моцарта простая элементарная это это ничего подобного она сложная и то же самое с этой песни the cigarette flag она настолько глубокая настолько человечная опять я уже в 25 раз повторяю это слово она настолько настоящая настоящее искусство искусство в чистом виде то что нас цепляет то что ради чего собственно все и делается чтобы прикоснуться к вечности прикоснуться к вечной музыки к свету к искусству это большое дело the cigarette flag dead or alive жив или мертв очень хорошая штука закрывает альбом и после этого хочется жить слушать писать петь играть танцевать и пить что я сейчас и сделаю пока